всем привет сегодня данное видео будет посвящено фанатам мс-дос я вас познакомлю с такой программы как до сэма почему не досбокс досбокс конечно хорошая программа но не нравится именно до сэма своей простотой смотрите вот такая вот программка запускается фридос в принципе это свободный мс-дос так запускаем файловый менеджер здесь нажимаем показать скрытые файлы находим папку до сэму здесь находится драйв c диск c и все файлы которые в принципе находятся я взял саму папку до сэма переместил вот сюда на тот случай если папку вайн драйв c сюда перемещу чтобы не путаться так что теперь нам нужно для того что для того чтобы запустить какую-либо программу досовскую или игру мы берем браузер так то хрен закрываем что просит меня так фдд любой сайт с досовскими программами ну вот этот лучше на мой взгляд сайт кстати написан на веб 1.0 для тех кому интересно как выглядел интернет очень много лет назад рекомендую данный сайт посетить он не будет тормозить ни с какой машин и так всячески драйвера патчи и в куче всяких программ здесь можно надыбать посмотреть галереи старого софта ну давайте для начала оболочки какой-нибудь посмотрим оболочки скачаем что-нибудь я думаю скачать dos навигатор привык как-то к нему и можно волка в принципе ну давайте скачаем волка в командор открыли его и перемещаем его вот сюда так теперь надо переименовать просто в вц переименовали смотрим что у нас получилось запускаем до сэма дир видим что наш вц нормально работает пишем cd вц перешли в папку вц пишем вц вуаля и мы видим что данная программа у нас вполне нормально работает теперь у нас есть файловый менеджер не нам не надо трахаться все за кашля прошу прощения скоро он пройдет мне уже гораздо лучше далее смотрим что мы еще можем такое тут интересное скачать игрушки посмотрит посмотреть какие-нибудь так где же у нас игры так 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 жесть кстати змогарская игра националистическая кота древняя очень называется менск надо ее в группу прокладка скинуть кривое зеркало белая русская реальность так lines wars классная игрушка со временем было команд кин дюк нюкем 3 давайте скачаем дюк нюкем целый мегабайт представляете в эпоху доза дэйв хорошие тоже игрушки давайте дюк скачаем распаковываем у нас тут уже два доз открыто пока мы вообще его закрываем давайте мы создадим папку games блин я создал папку games создать папку или отменить нажал но баран создать папку дюк 3 так нельзя все перетащим по одному файлу это походу только инсталляшка давайте посмотрим кстати мы можем все это дело вот так расширить чтобы было удобнее более реалистичнее управлять обычной мышкой инсталл бат походу это только инсталляшка если ну да пишем куда и что дюк 2 y что-то я не то сделал ничего инсталлировал уже вот так вот 91 год вот-вот только развалился или разваливается ссср старт новая игра конечно легкая же рак так как стрелять то приседать прыгать эта кнопка стрелять о стреляем альтом прыгаем дашь завелся прыгаем шрифтом стреляем альтом и почему-то дашь сраный надо отключить вообще чем не пользуюсь как эти ящики чё с ними делается надо его отключить через твикер до 100 блин меня сейчас убьет этот урод так стену пробили были вообще нахер он нужен-то даша секунду подождите через твикер его прикончу твикеры все поубирал мудацки он дофига где мешают вот этот именно это хреновина любой твикер не помню в каком можно подключить не именно в самом меню даша именно вот это всплывающих самый ненужный момент она вылазит хапа их от вот эта штука надеюсь вот это если он будет нужен я потом включу болен не то ну короче меня поняли желательно всю эту хрень отключить желательно всю эту хрень отключить вы увидите что игра идет принципе нормально тут у нас проблему чисто с д и ну игра идет нормально так третит все давай пока ну все выходим в доз все хватит на нервы мутать я же сказал выходим мы вышли в доз далее мы можем скачать какую-нибудь еще другую игру так не это слишком старая версия дэйва стоп или 3 наверно вторая самая популярная версия была да вот она целых сто девяносто семь килобайт занимает короче дико ожиревшая дико ожиревшая программа вообще какая-то может быть ошибка так распаковать дсм извлечь короче какая-то хрень что-то не хочет он вообще извлекать сюда чем дело не знаю может из-за того что тара в архив давайте другую какую-нибудь игрушку посмотрим давайте запустим трехмерную какую-то игрушку аркадный понятный дурак может запустить а вот давайте что-нибудь такое вольфенштейн 3d легендарная игрушка открыть zip архивом должны без проблем распаковывать ведь и без проблем с рарами проблема надо какой-то костыль искать чтобы распаковывать или пиозип ставить это не проблема так 2 зачем нам еще один 2 нажимаем 8 удаляем все заходим сюда будем видим вов 3d так и мы видим что у нас прекрасно идет в сложность детскую потому что я ломак надеюсь не альтом стрелять какими другом стреляем ctr и можно было же управление поменять открываем дверь перекусить патрончики если не ошибаюсь целых 15 патронов чем эта игра считается культовой дело в том что она была одна из первой из первых игр такого класса как пусть и собачьи ничего подобного не было да потом появится doom первая часть вторая потом появится Duke Nukem 3d но это была игрушка 1 так сейчас будут шульцы пока нету шульца вот есть один нету шульца в спину козел умри ранил умри так пополняем жизнью жизнь мясом мясо тут будет много так как я ломак включил себе легкую игру пёсик тут за любым поворотом может быть шульцмэн что за миска с дерьмом не открывается так здесь нужно она были блин кошка дебильная бегает цепилась пакет и бегает всю два пришибли так здесь мы еще не были ах ты ж козел сдохни 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 ого рыбакоп мне шучу это не рыбакоп вот Адольфыча спать круто игра те на самые детской сложности спать спать бабки бабки где данная игра есть она есть просто в репозитории изумительная программа изумительная программа просто кто хочет по фото и по фало имитировать шутку конечно сказано на старые игры на свое детство по запускать старые досовские программы без всяких проблем ну конечно некоторые программы будут возникать проблемы не без этого так как все это все таки фридос стопроцентной совместимости он вам не обеспечит да и что то последнее время он давненько не развивался это старая программа если не ошибаюсь вот эта программа 2008 наверное года но тем не менее это фридос 1.0 который в принципе имеет довольно неплохую работу стабильную не знаю как здесь с виндовсами 1.0 3.0 это дтп да и нахер оно вам надо когда есть так выходим когда есть тот же вам вары всяческие образы и вы можете без всяких проблем запустить просто в эмуляторе старую версию какой-то старая с и не мучиться так что тут еще есть первый дом давайте попробуем первый дом почему бы нет так секунду я выгоню кошку иди нафиг отсюда а желтый шестер чё ты лезешь стоп мне вот такая обдолбанная извиняюсь так мы видим что это инсталляшка у нас походу сейчас посмотрим что это такое да да короче дум сказал хер вам на лопате перезапускаем перезапускаем до сэма пишем cd vc 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 в чем дело а думать ты чё херил мышку может подключить цена бластер в случае здесь тупо он инсталлирован но он что то не хочет работать да и вешает нахер всю программу вот я вам рассказывал некоторых моментах может работать не так как надо поэтому давайте попробуем что-нибудь другое давайте дум 2 а вдруг пойдет все-таки дом 2 был попопулярнее чем первая часть хотя я дум 1 прошел наверное тысячу раз а вот со вторым там помучаешься пока ты его пройдешь посидеть можно так дом 2 тоже инсталлированы надеюсь проблем не возникнет так ну давай запускайся короче думы не хотят работать хера узнать в чем дело кажется что все решается но у меня просто сейчас нету времени этим заниматься то есть на это все можно потратить огромную кучу времени тем более все эти игры без проблем запускаются так wake есть первый квейк мы будем его трогать blood blood классная игрушка возможно какие-то особенности мешают запуститься но я думаю что если разобраться недостающую штуковину какую-нибудь туда до установить все это будет работать но этим нужно пользоваться регулярно надеюсь блат у нас запустится да c c c c c c c блад ну давай и блат все движает просто нахер замерто почему почему я не знаю видите и тут свои минусы есть по крайней мере две игры у нас идут без проблем давайте посмотрим что тут еще есть нам но все же на движке того же благо что и на это про вьетнам игрушкой очень неплохая принципе это все весь это все движок дюканик никем 3d сети игр кстати под линукс есть можете на рутрекере порыться посмотреть главная страница посмотрим еще какие-нибудь игрушки как винта 98 вирусы и прикол так командир кен популярным все время очень была игра давайте марио замутим так но в папкой ты не мог извлечу блин и чё это так если мы ну ведь хотя раньше я играл через эту пробу видите не все идет не все идет разочарован конечно ну тем не менее как вариант данная программа в принципе подойдет с кое-какими глюками но кое-что вы сможете запустить ну давайте посмотрим еще может пару программок их нибудь запустим не одними играми мир един говорится патчи игры всяческие там старые штуковины архиваторы мозаик браузер для windows 3x один из первых браузер вообще в мире браузера арахна до сих пор досеры используют его почему бы не скачать вот и вот я Я не уверен, что мы через него выйдем, конечно, в интернет, но все же мало ли. Давайте выберем разрешение. И вот мы в интернет пытаемся войти через браузер Арахм. Так, ну что, прикольный интерфейс, да? Кэш. Так, а скролл тут, конечно же, не работает. Видите? Такой old school. Так, чей-то ящик. Кстати, в Беларуси уже официально Белтелеком уничтожил Dual App. Dual App'а больше не будет. Вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Целая эпоха закончилась. Успел я еще над этим ужасом посидеть. Гадость редкостная сейчас. Вот та самая арахная. Если честно, я никогда ей не пользовался. www.ya.ru Естественно, она в интернет не выйдет, потому что он у меня под данной программой не настроен. Хер его знает, как его вообще под DOS настраивать. Не знаю. Но факт в том, что когда-то дерезайте люди выходили в интернет. Ну что ж, на этом можно заканчивать. Конечно, если честно, скажу, что да, соглашусь, что Dropbox лучше. Ну, если нужна простая программа. Побаловаться, поиграться. В принципе, это подойдет. Должна, по крайней мере, подойти. За порцию кашля в очередном видео прошу большое. При большое прощение. Сегодня мне на самом деле легче. Я думаю, что через день-два я от этого недуга избавлюсь окончательно. Ну что ж, немножко по некрофилили. На этом все. Ждите мое следующее видео. Ставьте лайки. Спасибо за внимание.